привет друзья такая тема на днях и я пытался привести в чувство поршень примуса шмель манжету сделал из сырой резины по этому поводу в комментариях была критика народ писал что если попадет на манжету бензин она разбухнет и перестанет выполнять свою функцию я провел научный эксперимент взял такую же манжету кинул в баночку с бензином и вот что получилось манжета разбухла народ советовал сделать из кожи а кто-то даже из второпласта да привет альфишеру насчет второпласта я не знаю у него холодная текучка значит есть вот такая кожа кожа классная очень толстая вот такая лохматая не знаю пойдет или нет вот это немножко тоньше тоже неплохая а вот это совсем наверно тоненькая ну сейчас попробую отрежу пару кусочков размочу и попробуй за затолкать в эту формочку немножко расточил немножко углубил и сделал фасочку чтобы кожа хорошо заходила сейчас попробуем это у нас матрица а это пуансон чик 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 чили кусочек кожи кожу я предварительно размочил кожа мягкая теперь мы сделаем вот что прикладем вот здесь и сделаем сейчас немножко выровняем не сделаем а вот так прижимом то прижимом то и посмотрим что у нас получится чтобы не разовало но кожа вроде бы хорошая потихонечку не сразу поджимаем заталкиваем поджимаем и заталкиваем как то так ждем когда высохнет думаю в интернете на эту тему видео имеется но видео я не смотрел потому что если посмотрю то буду повторять делаю так как думаю правильно ждем немного подсохла но совсем не высохла сейчас мы подрежем и будем сушить дальше ну кася ну кася а кажись нормалек отжимаем вынимаем и сушим дальше а резцедержалочка резец сделан из пилочки от электролобзика для обработки резины видео на эту тему кажись есть если кого-то интересует резцедержалочка телефончик я оставлю в описании позвоните и закажите прокрутим дырочку прокрутили продолжаем сушить смотрите что у нас получилось получилось вот что а вот такая вот такая это очень жесткая поехали дальше вот это самая самая толстая и вот это чуть потоньше это очень мягенькая давайте ее и возьмем это вставим здесь шайбочка шайбочка это накрутим здесь прикрутили нужно будем дать фиксатора но это потом когда определимся окончательно так смазочка 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 а вот так и вот так и немножко здесь есть такое дело масляночку закрыван то и вот сюда поехали дальше теперь мы это вставим вот здесь чик кажись пошло кажись поехала и посмотрим как она качает и качает ли она не качает не слышно чтобы она качала накачаем посильнее теперь открыван то чик чик качает а может быть нужно было взять вот эту потолще ну-ка сейчас попробуем чик чик и еще раз чик гаечка где же она где же вот она на деле теперь прихватим прикрутим щик сильно закручивать не буду маслица моя масляночка и здесь с торца ух пихаем а оно не пихается резина очень кожа очень толстая что делать а вот оно и прошло ну-ка ну-ка-ся 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 проверяем закрываем отверстия этот качает немножко лучше его и оставим закачали теперь открываем воздух вышел значит все в порядке теперь нужно будет разобраться с клапанами где-то достать бензостойкой резины и заменить прокладочки здесь и здесь потому что мне кажется пропускают а где же ее достать наверное на авторынке и на сегодня мы закончим всем спасибо кто смотрел ставим пальцы обязательно подпишитесь и напишите комментарии для поддержки канала и всем пока а